Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, замечательная молодая исполнительница Гузель Шарипова. Здравствуйте, Гузель! Гузель Шарипова «Сопрано» в 2006 году окончила Уфимское училище искусств, отделение академического пения. Затем обучалась в Российской академии музыки имени Гнесиных. В течение трех лет Гузель пела в ансамбле российской армии имени Александрова, после чего стала артисткой известной театральной компании и принимала участие в мюзиклах. С июля 2016 года Гузель Шарипова работает в составе оперной труппы Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра. Я хочу начать с вашей партии «Джильды», в которой вы дебютировали на сцене театра «Мариинский 2». Сейчас здесь, у нас, в Владивостоке. Представили ее зрителям. Насколько для вас в профессиональном плане это большой шаг? Для меня это огромный шаг в профессиональном плане и, в общем, как для артистки, потому что это большая партия, о которой мечтают очень многие, я думаю, все лирические сафраны. Для меня это был и вызов, в первую очередь, для себя, и в то же время большая возможность научиться многому именно в процессе разучивания партии, потому что музыка Верди, она помогает многому научиться. Она очень грамотно написана и продумана, и драматически, и музыкально. И для меня это был большой рост. И, конечно же, сам выход в этой роли произвел для меня такой эффект толчка, наверное, прорыва. Для меня это был прорыв в профессиональном плане. ПЕСНЯ Скажите, а какую Джильду вам было легче прочувствовать? Ту невинную, светлую, которая встречает нас в начале, да, оперы, или девушку с драматичной, трагической судьбой, которой завершается произведение? Да, настолько большие изменения происходят психологически в этом образе, в этой девушке. И до того, как я именно столкнулась с этим материалом, мне немножечко непонятно была ее психология, почему она решила пожертвовать собой ради человека, который ее обманул. И пошла она это бесстрашно. Мне было непонятно, мне казалось, что это слишком, слишком, ну, добрый человек. И мне было непонятно, может быть, я сама еще не настолько чиста, скажем так, внутри. Вот. Но когда я начала петь эту музыку, я начала в процессе понимать, где происходят переломные моменты в человеке. И все, что мне было непонятно, мне вдруг стало понятно, почему и где, в какой момент она стала другим человеком. И все, что мне было непонятно, почему она стала другим человеком. У нас в гостях была Мария Гулигина, и она сказала, что сама для себя, как оперная певица, она родилась после того, как исполнила впервые Тоску. Вот из тех партий, которые уже сейчас есть в вашем репертуаре, есть ли та, с которой вы для себя родились, вот как оперная певица? Это именно партия «Джильда». Я действительно почувствовала, что я в этом жанре не случайно, именно исполняя эту партию. Хотя, конечно, ее можно точить очень долго, я думаю, работы еще много. И с каждым выходом я понимаю, что она становится лучше и лучше, эта партия. Но я стала уверенно себя чувствовать вообще в этом жанре. Ну уж, коль скоро вы заговорили о жанрах, думаю, для наших зрителей будет интересно узнать, что у вас очень интересная профессиональная биография, потому что, обучаясь академическому вокалу, вы после были участницей легендарного коллектива ансамбля имени Александрова, да, это такая военная структура. Пели в мюзиклах в крупных, в московских, одной из самых известных компаний. И потом все же оказались на оперной сцене. Что этот путь был для вас? Поиски себя? Или вы так подбирались вот к этой главной сцене оперной? Ну, мечта именно петь в опере у меня была всегда. Вот как только я столкнулась в музыкальной школе с академическим пением и поняла, что у меня может получиться, я мечтала об этом. Но мне было всегда страшновато. У меня было немножечко, может быть, предвзятое мнение, что очень тяжело в этом жанре и в этой профессии именно пробиться и выделиться. И, может быть, где-то это правда, конечно. Очень большая конкуренция сейчас, особенно среди сопрано. И вот эти страхи мне мешали напрямую пойти и показать себя, все, что я могу, развиваться, не бояться. То есть были какие-то сомнения. В ансамбль Александрова я попала, ну, то есть я пришла прямо на прослушивание, я хотела туда попасть, потому что для меня это был определенный уровень. Мы очень много работали, у нас были интересные проекты, у нас были заинтересованы ребята и коллеги, руководство. Это было очень интересно, очень много было гастролей. Мы развивались, мы пробовали новые какие-то жанры, новые направления. И мы именно работали в том направлении, чтобы нести искусство молодым солдатам. Не только именно в академическом понимании военную музыку, но и как-то донести этот патриотический дух на языке нашей молодежи. И нам это, естественно, было интересно. В мюзиклы я попала, просто у меня было настроение сходить на этот кастинг. Я ни на что не надеялась, потому что я понимала, что нужно уметь все там. Нужно уметь хорошо танцевать, хорошо петь и еще играть актерски. Я понимала, что, может быть, я локально что-то изображу в той манере, которой нужно им просто по интуиции. Но учиться танцам и актерскому мастерству мне еще надо было. Хотя танцами я занималась. Может быть, меня это подстегнуло пойти на кастинг. Был достаточно серьезный, сложный кастинг. Я увидела, сколько народу хочет попасть в этот проект. И тогда мне стало, естественно, интереснее. Я начала вдруг двигаться, стараться. Два года я проработала в мюзикле «Русалочка». Это было очень весело. И с одной стороны интересно. И вроде бы как бы детский сюжет. И вроде это все мультик, и все это сказка. Но это была колоссальная работа. И огромный рост профессиональный для меня. Потому что я понимала, насколько высокая планка. Я увидела этот уровень качества работы, который достоин действительно публики, мировой публики. И я думаю, что эта планка, надеюсь, что и в будущем, и по жизни она мне будет помогать стараться соответствовать этому уровню и не расслабляться. Дальше был мюзикл «Призрак оперы». Это уже, да. Это даже те, кто никогда не слышал этот мюзикл. Да, это легендарный мюзикл. И он к нам приехал именно в том виде, в котором он изначально был поставлен. То есть лицензионная версия. Это тоже была для меня большая честь в нем участвовать. Я получила большой опыт. Также очень много друзей у меня появилось. Благодаря мюзиклам. Некоторые из этих друзей, с которыми мы сейчас до сих пор близко общаемся, они меня подтолкнули к тому, что ты все-таки должна попробовать себя в той сфере, в которой ты получила образование, в своей квалификации. Тебе действительно есть что показать. То есть они меня убедили в том, что мне есть что показать. И я, как-то вот отбросив эти страхи и сомнения, пошла на прослушивание, когда узнала, что идет набор сюда, на приморскую сцену. Из тех молодых артистов, которые приехали сюда, на приморскую сцену Мариинского театра, многие признавались, что с точки зрения статуса, да, это, конечно, очень привлекательное место. Но с точки зрения географии для многих оно было несколько пугающим. Как это было в вашем случае? Конечно, когда шла на прослушивание, я хотела попасть в труппу. Прошло достаточно много времени до того, как я получила официальный ответ, что меня принимают. Но когда я это услышала по телефону, я испугалась. То есть я думаю, ой, а можно я там подумать? У меня есть время. То есть я действительно не была готова так далеко уехать. Хотя мне чисто физически это несложно было, потому что, видимо, было много гастролей, и я уже не привязывала себя к какому-то конкретному месту. Мне комфортно везде. Как настоящий артист привыкли уже жить в дороге, да? Да, и мне даже нравится это ощущение нового города. И когда ты осваиваешь новый город, новое окружение, новых людей, это дискомфорт. Но мне этот дискомфорт даже нравится теперь. Каждый раз, когда я нахожусь в новом обществе или в новом месте, я получаю удовольствие. Чувствуете ли вы здесь некие традиции Мариинки, которые пытаются, несмотря на огромное расстояние, разделяющие два наших театра, принести сюда и Валерию Писаловичу, и очень многие люди? Вот даже то, что у нас ставятся постановки, которые идут также и в Мариинке, в главной, это уже меня настолько сильно вдохновляет. Когда я вижу, что на моем костюме написано фамилия Нитрепко, я понимаю, что мне просто не то, чтобы некуда отступать, я должна развиваться, и у меня есть все для того, чтобы развиваться, расти. Нам дают и маленькие партии, и большие партии, и характерные, и такие действительно лирические. То есть у нас есть все для молодых артистов, что поможет нам расти, развиваться и учиться многому. И уровень, конечно же, мы чувствуем. Вот я чувствую во всем. Мне нравится пытаться соответствовать этому уровню. Надеюсь, что у меня получается, и надеюсь, что в общем у нас получается, в нашем театре. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Можете ли вы уже сформулировать, в чем заключается магия именно оперной сцены по сравнению с другими сценами, на которых вам доводилось побывать? И уверены ли вы на данном этапе своей жизни и карьеры, что вот это то место, в котором вам хотелось бы задержаться на долгое время? Да, но то, что я уверена, это точно. Просто даже не могу это объяснить, когда я на сцене нахожусь и пою именно оперу. Я просто понимаю, что для меня это самое естественное состояние, именно такое пение. И этому можно учиться всю жизнь. И голос меняется. И если ты хочешь расти, ты растешь, и как бы наблюдаешь за собой, за своим голосом. Но само состояние, когда ты поешь на сцене, не говоришь, ты поешь, то есть оно для меня естественно, потому что человек поет от переполнения чувств. То есть это такой пик чувственности, когда идет уже не разговор о пении. И вот для меня это очень близко мне. Поэтому вот описать, как мое естественное состояние, наверное, могу. То есть я нашла свое предназначение, наверное. Наверное, так можно сформулировать. Гузель, я хочу еще раз обратиться к своему опыту общения с Марией Гулякиной. Она сказала, что для нее, и она поняла это очень рано, сцена настолько высокое место, что она не может себе позволить войти туда просто с улиц. Поэтому всегда, и пусть это будет несколько старомодно, всегда она старается находить возможность устраивать так называемый пижамный день накануне важных спектаклей, когда ты остаешься наедине с самим собой, с предстоящим тебе опытом сценическим, с своими мыслями, со своим голосом, с тишиной. Можете ли вы себе позволить нечто подобное? И пусть не дни, но некие часы вот в одиночестве, накануне. Я поняла, что это не просто какая-то блажь артистов, а это действительно необходимость, потому что затраты очень большие, и психологические, и вокальные. Это действительно большой труд. И для того, чтобы его сделать, эту работу сделать качественно, нужны и физические силы, и нужно также быть спокойным, уравновешенным, и максимально в тонусе, с холодным, расчетливым умом, спокойным пульсом. То есть, конечно же, волнение творческое должно присутствовать, но когда ты, например, там, где-то устал физически, или, может быть, еще хуже того, ты где-то попел, очень много сильную нагрузку дал на голос. Конечно, намного тяжелее, и не всегда это полезно, потом бежать на сцену и петь большие партии. Мы должны беречь свой организм, и любой сбой, он сразу же может повлиять на качество звука, на качество голоса. И, естественно, когда тебе тяжело петь, ты уже не можешь думать о полноте своего образа, о переживаниях своего героя. То есть, это все технически необходимо для меня. И я стараюсь просто держать себя в форме, не гулять много по холоду, побольше спать. Стараюсь есть, хотя у меня такая особенность, аппетита у меня нет, если у меня что-то ответственное предстоит. Но я к этому привыкла, я просто стараюсь не забывать просто кушать хотя бы немножечко. А так я просто стараюсь успокоиться. Пока вот мы работаем с этим, чтобы волнение стало творческим, а не таким, которое деструктивное. Вы сейчас рассказали немного о своих каких-то нюансах режима. Наверное, это немного перекликается с моим следующим вопросом, но тем не менее, вот не секрет же, что сейчас на сцене общемировой, классической музыки предъявляются очень высокие требования к вокалистам оперным, что мало просто быть хорошим исполнителем. Ты должен быть достойным драматическим артистом, ты должен быть, что называется, в хорошей форме и быть весьма коммуникабельным, чтобы находить общий язык подчас со многими коллективами, в которые тебе приходится вливаться во время гастрольной деятельности или каких-то контрактов. Вот чувствуете ли вы на себе как молодая исполнитель это давление всех современных критериев, каких-то требований, которые предъявляются молодому талантливому оперному вокалисту сегодня? Да, конечно же, я смотрю на как бы наши ситуации. И, с одной стороны, меня это радует, потому что это действительно приводит к качественным проектам, когда зрителю интересно и смотреть, и переживать с тобой именно драматически, в ситуации твоих героев. И при этом ты должен качественно петь. То есть это повод работать над собой, расти, развиваться. Но, с одной стороны, мне как-то легко, может быть, потому что я прошла именно школу мюзикла, где картинка не менее важна. Голоса и пластика тоже. То есть все в равной мере имеет значение на конечный эффект, производимый на зрителя. И в этом плане я тоже не даю себе каких-то поблажек. Вот мне помог именно мюзикловый опыт. Конечно, я понимаю, что нельзя в угоду картинке делать себе какие-то скидки в вокальном плане. Я понимаю, что опера это настолько высокое искусство, которое нужно ценить и с уважением к этому относиться. И в первую очередь сейчас я вот именно сконцентрирована в своем вокальном, скажем так, мастерстве. Понятно, что вы уже комфортно чувствуете себя в роли оперной исполнительницы, но музыка других жанров, насколько она присутствует рядом с вами в вашей жизни, не обязательно для исполнения на сцене, возможно, для прослушивания, возможно, для исполнения где-то, ну, в каких-то совсем небольших компаниях. Одним словом, за рамками оперы интересно ли вам, как вокалистки? Вот мне раньше было смешно смотреть на вокалистов, ну, оперных певцов, которые просто фанатеют от своей профессии, и они просто не воспринимают другую музыку, то есть некоторые даже агрессивно реагируют, там, ты что, включил, не слушай это, что это. Ну, то есть мне было непонятно, вот почему вам не интересно слушать? Ведь действительно есть признанные мировые какие-то певцы или музыканты не из нашего, не из классической музыки. Ну, я, конечно, не обо всех говорю, но просто я встречалась с такими людьми, вот. Но когда я сама пришла в эту сферу и начала заниматься вот так направленно, прям, да, оперой, я поняла, что просто у меня как-то не хватает не то чтобы времени, наверное, я просто думаю постоянно о вокале, о своем голосе, что мне нужно сделать, чему мне нужно учиться, как я могу этого добиться. Я анализирую других певцов оперных и немножечко вот это вытеснило именно из моих обычных там трек-листов, какие-то эстрадные или мюзикловые или, ну, в общем, другие жанры. Но вообще иногда бывает так, что какая-то песня мне очень понравилась, эстрадная, допустим, и я могу ее раз в сто прослушать. Просто вот она мне нравится, атмосферная, например, какая-то. Ну, может быть, сейчас такое время действительно погружения. Гузель, мой, наверное, заключительный вопрос касается Владивостокской публики. Насколько вы чувствуете поддержку вашего зрителя на тех спектаклях, на которые приходят ваши поклонники и вообще зрители Приморской сцены Мариинского театра? Чем вы, может быть, если можно раскрыть карты, готовы их порадовать в ближайшее время? Вот одним словом, вы и зритель, как сложились эти взаимоотношения, насколько они теплые и важные? Ну, для меня это очень трепетное отношение. Я действительно с большим уважением отношусь к сцене и к зрителю. И для меня выход на сцену это большая ответственность. Для меня очень важна идея, с какой идеей я выхожу на сцену. То есть моя конечная цель, что я хочу донести зрителю и о чем бы я хотела, чтобы человек задумался. То есть для меня зритель – это очень важный человек в моей жизни. Очень, ну, может быть, в общем, да, вообще зрители – это люди, собственно, для которых мы все и есть. Вот, чтобы мы что-то несли. И я надеюсь, что у зрителя происходят какие-то, ну, приятные переживания и, может быть, действительно, какие-то переломные моменты в душе. Но у зрителей нас принимают очень тепло. Это я могу сказать точно. И мне всегда приятно осознавать, что люди не пожалели то время, которое они потратили. То есть, судя по реакции, например, да, вот человек пришел, потратил свои часы вечерние, и он получил что-то хорошее. Мне это очень приятно и радостно всегда осознавать. Спасибо вам за этот разговор. Я думаю, многим зрителям было приятно познакомиться с такой замечательной, молодой, талантливой, перспективной участницей нашей оперной труппы. Поэтому успехов вам и спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!